Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. О днем в центре города от старого дерева откололось и упала большая ветка. Люди не пострадали. По словам очевидцев, ветка рухнула и повисла на проводе линии электропередачи. При этом она зацепила балкон дома номер 9 на улице Ольгиевской. Опасный участок огородили сигнальной лентой. В таком виде обрушенная ветка нависала над тротуаром несколько часов, прежде чем ее распилили и убрали. Полицейские начали останавливать людей на улицах, но в ведомстве просят не паниковать. В Одессе начались спецучения правоохранителей. Цель учебно-тренировочных мероприятий – наладить взаимодействие сил и средств в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке. В рамках маневров личный состав полиции, нацгвардия отрабатывает навыки розыска и задержания преступников, освобождения заложников. Одесситовые гостей города просят не волноваться и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Ежегодно с 1994 года в Украине 6 июня отмечается День журналиста. Эта профессия со стороны кажется интересной и живой, но во всем мире она признана еще и одной из самых опасных. По рейтингу нападения на журналистов Одесса занимается сегодня второе место в Украине. Печально осознавать, но это факт. Но она всегда была опасной, просто мы на это как-то не обращали внимания, сейчас мы в другое время, в экстремальное время живем. Печально осознавать, что действительно гибнут люди. И покушение на журналистов есть, знаете, она престижная профессия, она очень ответственная. Мы должны быть дипломатами, потому что иногда от нас зависит взаимоотношение между государствами, взаимоотношение между национальностями. В Одессе в этот день чествовали и поздравляли представителей журналистского цеха. Здоровья, любви, благополучия, мирного неба над нашими головами. И чтобы действительно у нас было реально уверенно в завтрашнем дне. Я в это верю и все делаю для того, чтобы действительно средства массовой информации в наше время были востребованы. Чтобы доверие людей увеличилось. С праздником! Ежедневно человека, где бы он ни жил и кем бы ни служил, окружает мощный информационный поток. Благодаря средствам массовой информации люди узнают самые свежие, актуальные мировые и региональные новости. 6 июня наши корреспонденты решили узнать у одесситов, из каких источников они предпочитают черпать информацию и какие критерии к ней предъявляют. Понятно, что журналистика это взгляд с разных сторон. Ну, наверное, хотелось бы какого-то объективизма, красивого владения речью, правильного, потому что это, наверное, одна из основных таких вещей в этой работе. Но объективность это самая главная вещь в данном контексте, потому что многие конфликты возникают сегодня из-за недопонимания. Честность, открытость, ненавязчивость. Потому что есть же убеждение, что журналисты лезут в особисты життя. Не хочется, конечно, но справедливости тоже. Кто же, как и не они? Хотелось бы, чтобы люди были объективными, честными, смелыми, не подстраивались под власть, работали, по сути дела, для людей, для народа. Только чтобы не было неправды. Большую любознательность, внимание, постоянно быть в понятиях вообще всемирной информации. И уметь ее не просто принимать, но еще и фильтровать, чтобы красиво-красиво потом преподнести. И, наверное, СМИ должны это выдерживать. С каждым днем, особенно в нашем городе, бесконечное количество новостных источников множится. И нас заинтересовало, каковы предпочтения у встреченных нами горожан. Только телевидение. Я уже в таком возрасте, что уже ничего не читаю, только все слушаю. Мы новостям верили. И, как у нас говорили, чем меньше знали, тем крепче спали. То есть не все, я не знаю, не все надо освещать. Я так думаю, как говорил Райкин. Должно все быть, но что-то должно быть в дефиците. То есть не все человеку дам узнать. Мобильная жизнь уже настолько, что некогда сидеть перед телевизором, то интернет дает больше возможностей. Раньше новости черпали из газет и журналов. И новости были строго определенные. Других не было. Ну а сейчас, конечно, смотришь разные каналы, смотришь интернет, сравниваешь. На самом деле делаешь выводы. Не всегда то, что активно навязывается через телевидение, есть правда. Чаще всего я получаю просто от людей, которые сюда приехали, с которыми взаимодействуешь на работе постоянно. Но есть, наверное, больше всего из интернета все-таки на сегодняшний день. Уже получаешь какую-то новость на фейсбуке, а дальше начинаешь листать, искать и просматривать что-то. Например, мой папа. Это может быть бесконечный телевизор, либо какие-то старые газеты, откуда он будет брать много информации. Дети, конечно, это интернет. И вообще очень много всяких есть и самонужных интересных программ, которые тоже могут по-своему преподнести. И ты будешь думать, что это правда. Но не всегда так. Однако наши собеседники отметили, что при всем разнообразии масс-медиа, при получении и обработке информации, необходимо включать, как говорится, свою голову. Любой, кому не лень, выкладывает свое мнение, правильно, но неправильно. И навязывает его, по сути дела. Поэтому, я говорю, я всегда фильтрую. Каждый человек должен самостоятельно по всем новостям относиться с долей скепсиса определенного. Учитывая специфику своей работы, то привычка собирать сразу все, анализировать и пытаться как-то обычный своего собственного опыта делать выводы какие-то об этом. Я сама выстраиваю модель, потому что, в принципе, слава богу, у нас была когда-то очень хорошая такая, наверное, школа жизни, в которой мы много чего увидели. Прогресс не стоит на месте. Информация разлетается с мгновенной скоростью, и потребителю, безусловно, сложнее охватить весь массив. Но, с другой стороны, многообразие точек зрения, векторов подачи и источников позволяет людям вырабатывать свою точку зрения и практически вытеснить из памяти время и принципы железного занавеса. Критично мыслить, отстаивать свои интересы и верить в себя призывают украинцев и Анатолий Гриценко. О необходимости контролировать власть, ставить перед ней задачи и требовать их выполнения, лидер партии «Гражданская оппозиция» расскажет сразу после новостей в программе «Тима дня». Есть часть людей, которые откидывают слово «проблема». Вот я не люблю слово «проблема». Проблема – откиньте, сформулюйте задачу, которую нужно решить. И когда вы сформулировали вместо проблемы, нет рабочих мест, задача – створить рабочие места. Тогда вы шукаете шляхи, как их створить, и вы их найдете. Ну, поверьте, давайте зараз по месту проедем, подивимось, сколько тут было серьезных промисловых объектов, навчальных заходов и всего прочего, сруйнованных полностью после Второй святой войны. Их подняли? Подняли. Ситуация была не такая, как сейчас. На то была воля. О, была воля. Высшее руководство не сядало туди олигархатам сбогачиваться, раскрадать свою страну и строить маятки. Кто в Лондоне, кто там в Монако. То есть, и не сегодняшний день нужна политическая война. То есть, систему, которая будет работать для всех, нужно создать, которая не будет зависеть от прозвища. Президентом будете вы, я или кто-то. Но эту систему створяют люди. У них должна быть не червивая, а настоящая мотивация. Все муниципальные департаменты и управления вскоре будут работать в так называемой Евромэрии, на Касовской. Судьбу освобожденных помещений решали на сессии. Часть старых помещений, где располагались ведомства и службы муниципалитета, планируют продать через аукцион. Прозрачно и экономически выгодно для громады, подчеркнул городской голова. Мои требования были, если остаются, максимально прозрачны, потому что вопрос достаточно на слуху. И мало того, департамент экономического развития была поставлена задача, чтобы мы просчитали экономически, насколько сегодня эффективно нам освобождение, что мы сегодня смогли сэкономить деньги на покупки помещений, которые нам необходимы. Либо, если у нас нет необходимости, тогда мы прозрачно, как мы с вами говорили, на аукционах должны это все дело реализовать. Опять же таки прозрачно и опубликовать, сколько город заработал на этом. Ну а средства для решения социально значимых проблем нужны всегда. На нынешней СССР вновь рассматривали вопрос КП теплоснабжения города Одессы. Горожане не должны быть заложниками проблем этого предприятия. И тепло в дома одесситов в отопительный сезон должно поступать бесперебойно. Ситуацию с теплоснабжением пояснил глава депутатской комиссии по ЖКХ, экологии и чрезвычайным ситуациям Александр Иваницкий. Для кого не секрет, в 2007 году имущество коммунального предприятия было заложено. И сегодня идет выплата по долгу перед фондом гарантирования вкладов. Было принято решение о выделении первого транша в размере 45 миллионов на погашение этой задолженности, для того, чтобы наши основные фонды остались в собственности Одесской территориальной громады. И второе выделение денег – это было выделено финансовая помощь нашему коммунальному предприятию для выполнения капитальных ремонтов и подготовки к новому отопительному сезону. Земельный блок вопросов особого обсуждения не вызвал. Проекты землеустройства пакетом согласовали и частным лицам, и застройщикам. Проголосовали депутаты за присвоение звания почетных гражданин города Одессы. Его получили глава строительной компании «Стекон» Леонид Крючков и лидер армянской общины Одессы Самвел Тигранян. Поздравляли на сессии представителей средств массовой информации. Крестующее снахводу, яка забрала журналистов практически всех одесских видов, ВЦБ особенно, ВЦБ, 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 ВЦБ. Хочу приветствовать представителей засобов массовой информации с профессийным святом. За святом вас! Шамамам! На брифинге Геннадий Труханов сообщил и о кадровых изменениях в муниципалитете. изменения сменит Елена Якименко, уже занимавшая эту должность при Гурвице и Боделане. Активность одесситов Киевского района и взаимодействие с властью дают свои результаты. Дома и дворы постепенно преображаются. Очередной капитальный ремонт кровли завершен в доме по улице Академика Филатова, 9. Это итог предыдущих встреч во время выездных приемов депутата от Киевского района Дмитрия Танцюры и горожан. На очередном выездном приеме депутаты и жители принимали сделанную работу. Люди вместе с депутатом от Киевского района Дмитрием Танцюрой оценивают результат ремонта протекающей крыши и постоянно серых стен в квартирах. Дому 50 лет и за это время кровля здания ни разу не подвергалась капитальному ремонту, рассказывают жители. У нас была очень большая с крышей проблема, потому что текло, затекало. На пятых этажах у людей потолки падали прямо. Приглашены на встречи по результатам ремонта также представители коммунальных служб и райадминистрации. Как и обещали, пришли уже с контролем выполненных работ. Хотели бы от вас услышать, проверяли ли вы качество работ, видели ли вы, как это все делали. И деревья поубирали, крышу сделали. Надеемся, на лучшее. И в этот же день в доме был произведен ремонт электрощитовой. Сегодня сделают электрощитовую, просто уже физически не успели. Вам сейчас через полчаса отключат свет, и вам придется сегодня посидеть целый день без света, потому что под напряжением невозможно отремонтировать. Кто, как не сами жители, досконально знают о проблемах в своем доме. Встречи на выездных приемах позволяют максимально открыто поговорить о домовых недочетах, найти пути выхода из проблем и затем оценить качество выполняемых работ. Мы благодарим депутата нашего, что он нас не оставил в этой беде, что он нам помогает. Вот прямой контакт – это самое-самое важное и самое главное. Потому что, когда звонишь по телефону, тебе ответили «да», будет сделано, пообещали, и все. И на этом все кончилось. Он нам пообещал, что сделает после 9-го числа. Вот началась работа сразу же, как он сказал, в те же дни. Еще один завершенный ремонт, но уже не кровли, а холодного водоснабжения, принимали жители вместе с Дмитрием Танцюрой в доме по улице Маршала Жукова, 87-Б. Были заменены подвальные трубы, износившиеся, но новые трубы. И нашим жителям очень приятно, что это все-таки было выполнено, обещание было выполнено. Мы довольны, мы рады этому, что все-таки внимание уделяется дому. На днях, буквально за три часа, были поставлены трубы холодной воды. Этого водоснабжения холодного мы добивались 7 лет. И вот Марьякна Черноусово лично контролировали, фотографировали, писали, и все. И вдруг новые трубы пластмассовые. Вот нам поставили трубы холодного водоснабжения. Конечно, мы безмерно благодарны. Проблем в доме еще много. Сразу все изменить невозможно. Поэтому на выездных приемах выстраивается первоочередность задач, запланированных на перспективу. В этом году много меняется крыш капитального ремонта. В этом году много меняется лифтов. В этом году ремонтируются подвалы, меняется холодная вода, горячая вода. Таких ремонтов не было уже больше 10 лет. Но мы не можем за год это все сделать, понимаете? Выездные приемы – это не только контроль и прием сделанного. Практика общения на местах и определение необходимых действий во дворах одесситов продолжается. Один из таких адресов – улица Шишкина, 48. Двор на Шишкина, 48, состоит из трех корпусов. Перечень проблем здесь тоже возник не сегодня. Но сегодня этот пласт с мертвой точки сдвинулся. Мы сейчас увидели и здание, увидели забитые ливневки и увидели крышу. Начинаем с крыши. В ближайшее время с крыши на всех трех парадных. Мы делаем крышу. А как будем делать? Капитально. Только капитальный, а не точечный ремонт позволит избавиться от постоянно мокрых стен и плесени в квартирах, соглашаются жители. Она течет по стенам видно, по коридорам видно, в квартире у всех видно девятых этажей. Там у нас коридоры и в коридорах такие уже трещины, прямо хорошие трещины на девятом этаже, потому что все время стены мокрые. Это у нас давно длится. Вода течет уже по стенам, даже вниз, восьмой этаж, по лестничной площадке. Иногда вот такая ситуация бывает, когда сильный дождь. Поэтому я рада, что мы собрались и что пришли депутаты. И мы все им все свои проблемы рассказали. И крыши, и ливневки, и все, что у нас здесь делается. И они нам обещают сделать, мы будем рады. Но чтобы результат устроил всех, жители должны проявлять свою активность и заинтересованность не только на этапе обращения к депутату, но и в течение всего времени проведения ремонтных работ. Мы же пришли к вам с вопросом, с просьбой. Есть выделенные бюджетные средства. И мы хотим, чтобы вы контролировали ход этих строительных работ капитальных. Потому что нас на все не хватает. Подрядчики, которые приходят, могут хитрить. Поэтому вы, как активные жильцы ваших домов, пожалуйста, следите за этим. Вот мы довольны, что он приехал. Мы ждали этого, что уже готовились. Думаем, что он нам поможет. Потому что верим, мы видели его работу в других районах. И отзывы очень хорошие. Надеемся, что и нам поможет. И сотрудничать будем. Если он пусть приглашает, мы активные в нашей парадной. Выездной депутатский прием совместно с представителями райадминистрации и коммунальных служб позволяет глаза в глаза с жильцами обсудить проблемы, а также методы и сроки решения. Но причинение добра еще никого не сделало счастливым. Одесситам нужно самим осознать ответственность за свои дома и придомовую территорию. И строго контролировать подрядчиков, чтобы после не сетовать на их халатность и списанные в никуда бюджетные средства. Поясняет Дмитрий Танцера. При таком хозяйственном подходе любое сотрудничество приносит значимые результаты, считает депутат. Три весенних месяца прошли без особых потрясений для гривны. Не ожидают финансисты сильных валютных колебаний и летом. Хотя за последние дни доллар робко, но целеустремленно снова пополз вверх. При этом многие сходятся во мнении, что даже это затишье временное. Осенью курс увеличится, как и цены на все товары и услуги. Гривна, как правило, всегда укрепляется по отношению к доллару летом. Нет необходимости тратить валюту на импорт газа и других энергоносителей, поясняют эксперты. Однако аналитики все-таки прогнозируют рост цен. По финансовому состоянию нам следует ожидать дальнейшего поднятия цены, определенной инфляции. Почему? Потому что все сейчас в ожидании поднятия цены на нефть, в ожидании поднятия цены на электроэнергию, в ожидании поднятия цены на газ. Это естественно повлечет за собой поднятие цен на все товары, услуги и все прочее. В какой мере это произойдет? Ну, сейчас сказать сложно. Ужесточение правил получения субсидий еще больше снизит покупательную способность населения, продолжает наш собеседник. Изменение политики государства в отношении субсидий и переход на монетарную политику, оно тоже в определенной мере снижает субсидии для малоимущих слоев населения. Почему? Потому что получается более сложно обосновать объем этих субсидий. В результате, конечно, это приведет к снижению покупательной способности населения. А снижение покупательной способности населения соответствующим образом отразится и на товарном рынке. То есть люди больше вынуждены будут отдавать источников своих поступлений за энергоносителей, и не смогут в большей мере стимулировать рынок потребительских товаров. Летние-осенние перспективы гривны будут зависеть и от глобальной политики. Грядущие выборы и сотрудничество Украины с МВФ могут в гораздо большей степени повлиять на курс, чем мировая рыночная конъюнктура, считает эксперт. Тут во многом все будет зависеть от того, получит Украина транш очередной, или она этот транш не получит. Потому что эти долговые обязательства, которые в настоящее время в Украине существуют, они, в общем-то, без транша не позволяют на нормальных экономических условиях развивать свою деятельность государству в ближайшем будущем, в ближайшей перспективе. Долги нужно отдавать, а для того, чтобы их отдавать, нужно иметь определенные средства. Снижение курса гривны явление временное и связано с сезонным фактором, подытожил эксперт. Мы ожидаем наплыв туристов из Белоруссии, мы ожидаем наплыв туристов из Молдавии, которые приедут в корейский воз иностранные валюты, и вот эта вот политика, она соответствующим образом и связана с ожиданием приема этих туристов и возможностью что-то заработать вот на курсе доллара. Летом резких колебаний курса не будет, однако осенняя девальвация гривны неизбежна, считают финансисты, и к концу года прогнозируют подорожание доллара до 28-29,5 гривен. Еще одна новость финансового рынка касается валюты. При ее покупке в объеме меньшем 150 тысяч гривен, банки отныне не обязаны передавать данные покупателя в налоговые органы. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. С 1994 года в Украине 6 июня отмечается День журналиста. Мы выясняли, из каких источников люди предпочитают черпать информацию и какие критерии к ней предъявляют. Раньше новости черпали из газет и журналов, и новости были строго определенные. Других не было. Ну а сейчас, конечно, смотришь разные каналы, смотришь интернет, сравниваешь, на самом деле делаешь выводы. Не всегда то, что активно навязывается через телевидение, есть правда. Помещения, что раньше занимали городские ведомства, могут быть выставлены на аукцион. Мои требования были, если остаются, максимально прозрачны, потому что вопрос достаточно на слуху. И мало того, Департаменту экономического развития была поставлена задача, чтобы мы просчитали экономически, насколько сегодня эффективно нам освобождение, что мы сегодня смогли сэкономить деньги на покупки помещений, которые нам необходимы. Либо, если у нас нет необходимости, тогда мы прозрачно, как мы с вами говорили, на аукционах должны это все дело реализовать, опять же таки прозрачно, и опубликовать, сколько город заработал на этом. Активность одесситов Киевского района и взаимодействие с властью дают свои результаты. На днях, буквально за три часа, были поставлены трубы холодной воды. Этого водоснабжения холодного мы добивались семь лет. И вот Марьякна Черноусово лично контролировали, фотографировали, писали и все. И вдруг новые трубы пластмассовые, вот нам поставили трубы холодного водоснабжения. Конечно, мы безмерно благодарны. Обо всех этих и других важных событий огня мы расскажем в наших следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok